Добрый день, дорогие коллеги, гости, участники конференции. В этом году в связи с пандемией вирусной инфекции наша библиотека участвует в научном форуме в онлайн-формате. Тема нашего выступления – «Книга Победы. Литературно-краеведческие проекты Республиканской Крымско-Татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского в год памяти и славы». Сегодня мы хотим представить вашему вниманию два проекта, приуроченных к 75-й годовщине Победы. Тема войны нашла широкое отражение в крымско-татарской литературе. Написаны сотни и тысячи произведений, авторы многих из них – фронтовики. Около 20 крымско-татарских писателей участвовали в Великой Отечественной войне, были в действующей армии, в подпольном и партизанском движении, служили на флоте. Среди них такие имена, как классик национальной литературы, общественный деятель Шамиль Алядин, участник обороны Ленинграда, председатель Ленинградской ассоциации военных писателей, лауреат литературной премии имени Константина Симонова Риза Халид, участник обороны Ленинграда Джевдет Аметов и другие. Виртуальный проект «Память 12» у Неклерных от Ресе посвящен жизни и творчеству литераторов, не вернувшихся с войны. Этот проект разработан на основе одноименной книги, которая была издана 50 лет назад. Авторы вошедших в сборник произведений – 12 крымско-татарских писателей, фронтовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Уникальность этого издания заключается еще и в том, что литераторы, подготовившие книгу, сами прошли войну. Составитель сборника – участник Великой Отечественной войны и партизанского движения – Сейтумер Эмин. Автор вступительной статьи – «Общественный деятель», писатель-фронтовик Шамиль Алядин. Презентация виртуального проекта состоялась в январе 2020 года в стенах нашей библиотеки. Героем первой презентации стал известный общественный деятель и талантливый поэт Иргат Кадыр. До войны он возглавлял Союз советских крымских писателей, работал директором Крымского государственного татарского драматического театра. В 1934 году он участвовал на Первом съезде советских писателей в Москве, где в качестве руководителя крымской делегации выступил с докладом. Иргат Кадыр был лично знаком с Алексеем Максимовичем Горьким и другими известными советскими классиками. Поэт сражался на фронтах Великой Отечественной войны с первых дней. Как члену ревизионной комиссии Союза писателей СССР ему было предложено эвакуироваться в тыл, но он отказался и отправился на фронт. Четыре раза он был ранен, а после излечения каждый раз возвращался в строй. Иргат Кадыр участвовал в оборонительных боях на Украине, в Сталинградской битве, освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии. Поэт погиб 26 января 1945 года, не дожив несколько месяцев до Великой Победы. На мероприятии «Внимание читателей» мы представили уникальный документ, фронтовое письмо Иргата Кадыра, которое он написал за два месяца до своей гибели. Этот документ хранится в редком фонде нашей библиотеки. Наши гости также смогли познакомиться не только с литературными, но и вокальными произведениями, автором которых является Иргат Кадыр. Например, в 30-е годы одним из самых популярных произведений был марш красноармейца Хазыл Аскер Марше, автор стихов Иргат Кадыр. Музыку к этому произведению написал известный классик, композитор Яяши Федина. Текст Марша был настолько популярен, что его перевели на многие тюркские языки того времени. Сын писателя Эмиль Кадыров вспоминал, «Запал в память случай, когда в годы войны, находясь в эвакуации в далекой Башкирии, пробегая по морозной улице из школы домой, я услышал написанный отцом красноармейский марш, тур Аркадаш, который, проходя по улице, пели на башкирском языке солдаты национальной дивизии. Несмотря на лютую стужу, на душе стало так тепло и радостно, как будто я побывал в родном Крыму и встретился с любимым отцом». Следует отметить, что произведения из данного сборника доступны широкому кругу читателей. В начале 1940-х годов в Симферополе была издана книга «Татарские писатели Крыма», куда вошли переводы данных произведений и другие произведения крымско-татарских авторов. Русскоязычному читателю также можно порекомендовать переводные сборники крымско-татарских авторов. «Дни нашей жизни», изданные в 1959 году, «Я никого не забуду», изданные в 2001 году. «Большой отклик среди наших читателей нашла библиотечная акция «Поэтический метроном. 75 секунд о войне» «Муаря Бе, Детнышбеш, Саньеде». Она знакомит с произведениями национальных писателей о Великой Отечественной войне. «Поэтический метроном» — это возможность для каждого стать частью патриотической литературы, не только в качестве слушателя, но и в качестве чтеца. Этот проект мы реализуем также на протяжении всего года, и «Поэтический метроном» стал составляющей частью наших мероприятий. Видеоролики с декламацией стихов мы периодически размещаем на официальном сайте библиотеки имени Смела Гастринского. Участниками «Поэтического метронома» стали представители творческой интеллигенции, актеры, музыканты, композиторы, учащиеся молодежь, школьники, а также дети дошкольного возраста. Самое активное участие в этом проекте принимают воспитанники Центра Крымско-Татарского детского чтения Чохрачев, родничок, который работает при нашей библиотеке. Данные проекты мы успешно реализуем в ходе проведения самых разных мероприятий. Например, в этом году в рамках всероссийской акции «Библионочь» в онлайн-формате посредством сайта наша библиотека организовала библиоплатформу, которая называлась «Минувших лет живая память». Это своеобразный интерактивный медиаплакат, который состоял из нескольких рубрик. И каждый луч пятиконечной звезды – это отдельный тематический раздел. В рубрике «Поэтический метроном» мы представили произведения «Черкеза Али, Ситумира Эмина, Шамиля Алядина». Стихи звучали на крымско-татарском и русском языках. Наш классик «Ситумир Эмин» является участником обороны Одессы и Севастополя. В 1949 году он написал стихотворение «Бессмертие» и посвятил его памяти однополчан, которые пали в боях за город-герой Севастополь. Хотелось бы мне сейчас зачитать эти поэтические сроки. У скал Севастополя море шумит, И волны со соном летят на границ. При боем гремучим удар их тяжел, Там памятник в туче звездою ушел. Здесь берег пылал, здесь гудели бои, Здесь гибли друзья боевые мои. Дробились утесы от взрывов гранат, В сердцах у матросов ни шагу назад. Пусть знают враги, мы погибли не зря, Сверкали штыки и дымилась земля. Пылало от крови друзей боевых, Из них только трое остались в живых. Но память хранит имена тех ребят, Под серым гранитом погибшие спят, И звездное небо над ними горит, И волны бушуют и бьют о гранит. И в завершение нашего выступления Мы хотели бы пожелать плодотворной работы Всем участникам конференции И представить вам фрагменты нашего проекта Поэтический метроном. Субтитры создавал DimaTorzok Черкес Аля Бір солдатный мектур